Всем привет! В этом видео я покажу как удалить страницу в социальной сети Одноклассники. Если вы решились на удаление вашего аккаунта в социальной сети Одноклассники это не займет много времени, просто нужно знать где найти нужный пункт меню. Удалить аккаунт можно с любого доступного устройства. Как для компьютера, так и для телефона действует один порядок деактивации страницы. Единственный момент удалить аккаунт можно только в полной версии сайта, а на смартфонах в браузере по умолчанию открывается мобильная версия. Далее в видео мы рассмотрим все возможные способы удаления страницы в Одноклассниках с компьютера и телефона. Прежде всего стоит отметить, что для того чтобы удалить свою страницу из Одноклассников необходимо иметь доступ в свой аккаунт, так как потребуется вручную вводить ваш текущий пароль. Удаление профиля со всем содержимым произойдет необратимо и навсегда удаленную страницу и информацию на ней восстановить уже будет невозможно. Итак, начнем. Сперва давайте разберем как удалить страницу в Одноклассниках с компьютера. Существует несколько способов удаления личной страницы с ПК. Первый способ удаления страницы в Одноклассниках можно назвать стандартным, потому как именно его рекомендует администрация соцсети. Для этого авторизируемся в системе и заходим на основную страницу сайта. Листаем страницу в самый низ до этой панели инструментов. Жмем по пункту «Еще» рядом со стрелкой и выбираем из списка регламент. Открыв регламент вы увидите длинное лицензионное соглашение. Листаем его в самый низ, где в нижней части находится пункт «Отказаться от услуг». Кликаем по нему. После чего откроется окно, где нужно будет выбрать причину удаления страницы. Вы можете выбрать любую из 5 предложенных. Указав причину вводим пароль и подтверждаем удаление, нажав «Удалить». Вот и все, ваша страница удалена. Но как видите удаленный профиль можно будет восстановить еще в течение 90 дней с момента удаления. Если вы забыли пароль от страницы не страшно, с помощью следующего способа пароль вам не понадобится. Если пароль забыт, нет доступа к почте и привязанному мобильному телефону, есть два способа удалить страницу. Для первого способа необходимо с помощью любой другой страницы обратиться в службу технической поддержки сайта с требованиями восстановления пароля и логина. Служба технической поддержки обязана в данном случае пойти навстречу, однако процедура может затянуться на недели, а для восстановления доступа могут потребоваться четкие фотографии документа, удостоверяющая личность и другая личная информация, запрошенная сотрудником службы поддержки. Ну и для второго способа попросите своих друзей и знакомых написать жалобы на вашу страницу о рассылке спама или подозрительной активности. В этом случае администрация сайта навсегда заблокирует указанный аккаунт. Если есть возможность восстановить пароль, восстановите его и воспользуйтесь стандартным удалением. А вот для удаления страниц из телефона есть несколько нюансов. В настоящее время разработчики не предоставляют пользователям возможности удаления страницы через мобильное приложение или через мобильную версию сайта. Это обусловлено защитой пользователя от различного рода мошенников, которые могут получить доступ к мобильному телефону. Для того чтобы удалить страницу с мобильного устройства потребуется перейти на полную версию сайта, открыв ее в браузере мобильного устройства. Нажмите по кнопке меню на сайте мобильной версии в браузере, пролистайте пункты меню вниз и выберите пункт «Полная версия сайта», а затем нажмите «Перейти». Если при этом вас попросят выбрать приложение, с помощью которого открыть страницу выберите тот же браузер, в котором вы заходили в одноклассники. Внешний вид страницы изменится, теперь она будет выглядеть как на компьютере. В браузере хром для перехода на полную версию сайта есть соответствующий пункт меню «Версия для ПК». Далее листаем страницу в самый низ и жмем еще «Регламент» отказаться от услуг. Указываем причину, вводим пароль приложение и жмем «Удалить». Теперь осталось только удалить приложение с телефона. У нас на канале есть хорошее видео о том, как удалить ненужные приложения и файлы из телефона. Ссылку вы найдете в описании. Открываем настройки, приложение, удаление, отмечаем и жмем удалить. Или же можно просто перетащить приложение к верху экрана, где появится значок «Удалить». Если вы вдруг захотите восстановить страницу, у вас есть 90 дней с момента удаления, чтобы это сделать. После этого все данные будут утеряны. Чтобы восстановить страницу, перейдите на сайт одноклассников и откройте вкладку «Регистрация». Введите привязанный номер телефона в регистрационную форму. После чего нужно будет ввести код «Подтверждение из СМС», выбрать профиль и ввести пароль. Если у вас помимо личной страницы есть своя группа, ее тоже можно удалить. Для этого перейдите в раздел «Группы». Здесь вы видите список сообществ, на которые вы подписаны, а также те, которыми вы управляете. Откройте группу, которую вы хотите удалить. Группы, которыми вы управляете, находятся в разделе «Мои группы». Справа кликните по значку в виде трех точек и выберите «Удалить». Нажав на кнопку «Удалить», вы видите всплывающее окно, где нужно будет подтвердить ваше действие. Нажав еще раз «Удалить». Вот и все, группа удалена. Больше она не будет отображаться ни в списке групп ее участников, ни в вашем списке. В завершении хочу сказать, что перед тем, как удалить страницу в одноклассниках, помните о последствиях. После удаления страницы вы потеряете многие личные данные со своей страницы, такие как фото, аудио, заметки и сообщения. По стечению 90 дней они будут утеряны навсегда. Восстановление их будет невозможным. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok